Пресс-конференцию глава города начал с перечисления показателей, на которые вышел Сургут в 2018-м. Закрытие болочного вопроса, попадание нашего города в федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого муниципалитет будет осваивать в будущем году больше одного миллиарда рублей. Деньги направят на ремонт магистрали и на строительство новых улиц. Затем Вадим Шувалов перешел на громкие инфоповоды. Городоначальник в преддверии главной ночи года решил самые острые проблемы, которые волновали жителей. От руководства РКЦ ЖКУ, которое обслуживает вот эти компании, я вот получил письмо, что с 28-го, 12-го, 2018-го года прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги во всех отделениях РКЦ ЖКУ будет осуществляться без комиссионных сборов. Напомним, комиссию в 1% за прием платежей за коммуналку РКЦ ЖКУ начала взимать с 1 декабря. Вадим Шувалов встречался с управляющими компаниями и руководством организации, требуя отменить сбор. Сначала РКЦ открыла одну кассу, потом еще две, где комиссию не взимали. Теперь ее убрали полностью. Удалось руководителю города сгладить еще одну проблему со стоимостью проезда в общественном транспорте. Буквально на прошлой неделе билет в автобусах подорожал до 35-40 рублей. Отныне на 18 из 22 городских маршрутах проезд будет стоить 25 рублей. Это закреплено документами. Коммерческими с ценником в 35 и 40 останутся только 4 рейса. 8, 21, 45 и 47. Но имеющиеся муниципальные маршруты закроют эти направления, отметил глава. Они, будем говорить, закрывают те территории, по которым идут 45 и 40. Да, то есть дается возможность. Ну вот как вы говорите, есть платная дорога, направление идет та, альтернатива. То есть мы эту альтернативу дали. Есть мост такой, платный, есть бесплатный. И люди сами выбирают. Еще один злободневный вопрос – свободное кресло председателя комитета по физической культуре и спорту. После нашумевшего скандала Шамиль Лукманов, который занимал эту должность, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Теперь начальника сургутского спорта будут выбирать по-другому путем конкурсного отбора. По аналогии с округом. Стартует он в феврале 2019. Я как раз заявляю, что это будет первой ласточкой, когда мы объявляем конкурс, проведение конкурса на должность начальника управления по спорту. Так что попробуем сейчас именно в таком формате это провести. Кстати, среди достижений 2018-го первый миллион рублей, который пришел в бюджет в результате кампании по сносу незаконных рекламных баннеров. Возможно, именно на него закупили дополнительные украшения к Новому году. Уже на днях на сургутских улицах появятся новые ледовые фигуры, красочные арки и большой воздушный шар, оформленный яркими лампами. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов. Сургут. Интерновости. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов.